МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Следи за собой, будь осторожен. Несмотря на уменьшение числа отдыхающих на городских прудах из-за неудовлетворительного качества воды, профилактика несчастных случаев продолжается в полном объеме. Мы выходим три раза в день, ежедневно, до обеда, в период с 11 до 12 часов, после обеда с 15 до 17 часов. И после 19 часов у нас выезжает на водоемы поисково-спасательный отряд, дежурные смены. Три недели у моря. Завершилась смена для одаренных детей в лагере Приморский. Мне понравилось море, наши вожатые, наш распорядок дня и еда в столовой. Кубок у старта. Команда городообразующего предприятия стала обладателем главного трофея Зареченского футбольного дерби. И теперь об этих и других новостях подробнее. Заречный готовится к зиме. Эта работа идет в двух направлениях. Проверка и необходимый ремонт теплосетей в преддверии отопительного сезона, а также подготовка жилого фонда и общественных зданий к холодному времени года. В этом году ресурсоснабжающая организация досрочно завершила все четыре этапа гидравлических испытаний теплосетей. Вываленные в результате проблемы в настоящее время устраняются. Сети внутримногоквартирных домов готовят к зиме управляющие компании. Жилой фонд у нас прессуется. Также готовятся у нас все учреждения города, потребители тепловой энергии. И в соответствии с приказом номер 103 Министерства энергетики Российской Федерации завершающим этапом подготовки – это выдача потребителям тепловой энергии теплоснабжающей организации так называемых актов и паспортов готовности к отопительным сезонам. Как готовится к грядущим холодам жилой фонд города? Почему в период гидравлических испытаний теплосетей в некоторых зареченских квартирах не греют полотенцесушители и приходится подолгу сливать воду, чтобы полилась действительно горячая? На эти и другие вопросы ответит начальник отдела городской инфраструктуры и жилищной политики администрации Заречного Эдуард Дементьев. Смотрите актуальное интервью сразу после основного информационного блока. А пока к другим темам. В Заречном уменьшилось количество отдыхающих на городских прудах. Связано это, скорее всего, с осведомленностью граждан о вызывающем опасения специалистов в качестве воды. Однако, несмотря на немноголюдность пляжей, меры по обеспечению безопасности не снижаются. Спасатели по-прежнему ежедневно дежурят в зоне отдыха лесная, а сотрудники различных ведомств регулярно проводят профилактические рейды. Отмечу, что в этом году на Зареченских водоемах не зарегистрировано ни одного несчастного случая. Тему продолжит Алексей Лазаренко. Хотелось бы вам напомнить о правилах безопасного поведения на воде. А мы не купаемся. Детишек-одиночку не оставлять. И только в разрешенных местах. Вот памятник вам. Листок с перечнем простых правил, чтобы не оказаться в беде на водоемах. Раздача таких памяток – часть профилактической работы, которую сотрудники Управления гражданской защиты ведут среди зареченцев, отдыхающих на лесном пруду. Во время купального сезона специалисты несколько раз в день обходят территорию городских пляжей и берега водоема. Мы выходим три раза в день, ежедневно, до обеда, в период с 11 до 12 часов, после обеда с 15 до 17 часов. И после 19 часов у нас выезжает на водоемы поисково-спасательный отряд, дежурные смены. Опять же проводим беседы с отдыхающими, раздаем памятки о безопасном поведении на воде, предупреждаемых о тех мерах безопасности, которые необходимо соблюдать. Особое внимание обращаем родителей на постоянный контроль за детьми, которые находятся вместе с ними около водоема. Особое внимание несовершеннолетним не случайно. В последнее время на территории Пензенской области участились несчастные случаи на водоемах с детьми. Так, 8 августа в реке Суре в селе Засичном утонула 11-летняя девочка. К таким трагедиям зачастую приводит невнимательность родителей. И хотя в этом году на Зареченских прудах трагических происшествий не зарегистрировано, сотрудники Управления гражданской защиты очередной раз напоминают горожанам правила безопасного поведения на водоемах. Купаться надо только в специально оборудованных, отведенных местах, где стоять в знаке купания разрешено, не заплывать за буйки, ни в коем случае не купаться в нетрезвом состоянии. И родителям, которые пришли на пляж с детьми на водоем отдыхать, не оставлять детей без присмотра. И еще раз напоминаем, что согласно правилам охраны жизни людей на водоемах Пензенской области, запрещено нахождение детей до 14 лет на водоемах без сопровождения взрослых. Помимо правил безопасного поведения на водоемах, спасатели обращают внимание горожан и на другой немаловажный фактор, влияющий на здоровье человека – качество воды. Как сообщают санитарные службы Заречного, вода в Лесном пруду не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. Содержание энтерококков превышало гигиенические нормативы. Надо сказать, что мы в водоемах, в двух водоемах, из зоны отдыха Лесная и Солнечная, взяли всего 36 проб. Из 36 проб, 30 проб не соответствуют гигиеническим нормативам именно по содержанию энтерококков. Ну и в водильных пробах там было превышение по содержанию кишечной палочки и шерихи Аколи. В связи с этим, естественно, мы предложили администрации ограничить купание в водоеме зоны отдыха Лесная. Энтерококки, сами по себе, они являются условно-патогенной флорой. Это такой санитарно-показательный микроорганизм, который говорит об фекальном загрязнении воды. Но надо сразу же сказать, что патогенной флоры, именно возбудители каких-то инфекционных заболеваний в воде, водоема Лесной и Солнечной, зоны отдыха Солнечной, мы не выявили. Но обнаружение энтерококков высших гигиенических нормативов нас настораживает и говорит о том, что патогенные микроорганизмы могут быть. Вот поэтому мы не рекомендуем использовать водоемы нашего города, как Лесной, так и Солнечной, для купания. По результатам последних анализов проб воды, отобранных 11 августа в водоемах зон Солнечная и Лесная, превышение гигиенических нормативов по содержанию энтерококков остается неизменным. Купаться в водоеме зоны отдыха Лесная не рекомендуется. Об этом сотрудники Управления гражданской защиты также сообщают отдыхающим во время профилактических рейдов. Вода сейчас не соответствует нормам СанПИН, поэтому купаться запрещено. И памятку вам оставим? Туалетов нет, все ходят туда. Каждую неделю зареченские спасатели проводят по 20-25 рейдов в зоне отдыха Лесная. Проведя очередной профилактический рейд в зоне отдыха Лесная, сотрудники Управления гражданской защиты не обнаружили большого количества отдыхающих. Связано ли это с опасением горожан из-за плохого качества воды или с незначительным понижением температуры воздуха, но городской пляж опустел. Правда, синоптики прогнозируют возвращение жаркой погоды, а значит, зареченцы, скорее всего, вновь потянутся к водоему. Поэтому сотрудники Управления гражданской защиты продолжат свою профилактическую работу и разъяснительные беседы с горожанами. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». В детском оздоровительном лагере «Приморский» завершилась смена, в которой отдыхали школьники из Пензенской области. Три недели на Черноморском побережье провели 150 детей, в том числе и зареченцы. Все они получили путевки в награду за достижения в учебе, спорте, общественной деятельности. Несколько дней из жизни лагеря запечатлели наши коллеги из телестудии «Автор творца творчества детей и молодежи». Три недели на берегу Черного моря провели школьники из Пензенской области. В летнем лагере «Приморский» состоялась смена для одаренных детей. 150 ребятишек. Они полностью приехали бесплатно. Это средства правительства Пензенской области. Ну и проходил отбор таких ребят. Они предоставляли свои грамоты, дипломы за участие, за какие-то свои достижения. Ну и, соответственно, те, кто попал в этот список, они приехали сюда. В составе делегации были и ребята из Заречного. Все участники смены ехали к морю с самыми лучшими ожиданиями и светлыми надеждами. Смена просто шикарная. Особенно наше любимое море и любимые вожатые. Смена мне очень понравилась. В начале смены у нас тоже брали интервью. Я говорила, что от этой смены я жду всего самого хорошего. Ну, я дождалась этого. Мне понравилось и море, наши вожатые, наш распорядок дня и еда в столовой. На время смены дети оказались в каникулярной профориентационной школе. Они не только отдыхали, но и выполняли интеллектуальные и творческие задания. Учились работать в команде, брать на себя ответственность. Ребятам даже дали возможность поменяться ролями с педагогами и на один день стать вожатыми. Не со всеми задачами получалось справляться, но рядом всегда были те, кто поможет и поддержит. Мне очень нравится мой отряд. У нас все очень дружелюбные. Мы буквально понимаем друг друга с полуслова. Наши вожатые воспитатели – это очень прекрасные люди, которые просто озаряют, наверное, какой-то теплотой, улыбкой. Я их очень сильно люблю и сейчас расставаться с ними будет очень тяжело. Но все, даже самое хорошее, когда-то заканчивается. Финал смены и расставание с теми, с кем бок о бок прожил три яркие летние недели – пожалуй, самый эмоционально сложный этап и для педагогов, и для детей. Я готовила себя с половиной смены, наверное, к этому моменту, но я понимаю, что это моя последняя смена, и детство закончится на этом. Но радует только то, что приеду сюда потом вожатый. А расставаться с ребятами очень обидно. Расставание я всегда переношу очень тяжело. Думаю, дня два поплачу, а потом уже буду отходить. А потом печаль пройдет, и останутся только яркие и теплые воспоминания о лете на берегу моря. И кто знает, может быть, в следующем году у кого-то из ребят и педагогов получится вернуться в Приморский, чтобы снова оказаться в этой атмосфере счастья и беззаботности. И если ты приедешь сюда, кому-то обезвать, и нас поверишь чудеса. Ксения Тризна, Карина Краснова, Александр Дубицкий, телерадио-компания «Заречный». В «Заречном» пройдет муниципальный этап Всероссийского спортивного фестиваля «Семейная команда». Его организует местное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Департамента образования и Комитета по физической культуре и спорту. Проведение спортивных фестивалей для семей в нашем городе – традиция. Но этот спортивный марафон состоится впервые. Он приурочен к 65-летию «Заречного». Подать заявку можно до 21 августа. Участники должны быть членами одной команды. Минимальное количество участников – два, максимум – 10. То есть к участию к фестивалю мы можем приглашать бабушек, дедушек, братьев, сестер, возраст детей от 6 до 17 лет и, соответственно, их родители. Командам предлагается выбрать одну дистанцию – это 1, 3 или 5 километров – и всей семьей пробежать. Результаты будут подводиться как в командном зачете, так и в индивидуальном. Все участники и победители получат памятные призы от местного отделения. Могу сказать, что это мерч движения первых, то есть для детей это важно, детям это будет интересно. А победителей в командном зачете – три команды от города «Заречного» – мы пригласим к участию уже в региональном этапе Всероссийского фестиваля, который пройдет в сентябре на тропе здоровья в Ахунах. Муниципальный этап Всероссийского спортивного фестиваля «Семейная команда» состоится 24 августа на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной». Для того, чтобы стать его участником, необходимо пройти регистрацию, подав заявку в электронном виде. Сделать это можно на сайте будьвдвижении.рф до 21 августа. Подробная информация о проведении конкурса размещена в группе Российского движения детей и молодежи «Движение первых» города «Заречного» в соцсети ВКонтакте. И еще о спорте. Определился обладатель Кубка города по футболу. В финальном матче Зареченского дерби победу оспаривали сборные «Старт» и «Аврора-1». Эти же команды разыгрывали кубок и в прошлогоднем финале. Тогда «Аврора-1» выиграла у сборной городообразующего предприятия по пенальти. Как закончился решающий матч ежегодного дерби, расскажет Алексей Лазаренко. Традиционное рукопожатие перед началом матча. Игроки команд «Аврора-1» и «Старт» приветствуют друг друга. Пока что на поле центрального стадиона все спокойно, но финальная игра за Кубок города по футболу обещает быть интересной. На предыдущих стадиях турнира команды демонстрировали плотную борьбу. Тем более сборная «Аврора-1» и «Старт» – давние соперники. Как по идее проходили полуфинальные игры, они там по пенальти заканчивались, и 3-0 одна команда вела, 3-3 по пенальти. В общем, от этой игры очень жду такой вот напряженной борьбы, но самое главное честной, и пусть победит сильнейший. Вот что жду. В 2022 году встреча двух сильнейших команд города «Старт» и «Аврора-1» в основное время завершилась ничьей со счетом 0-0. Судья назначил серию пенальти, после которой со счетом 2-3 выиграл «Аврора-1». В 2023-м у сборной городообразующего предприятия появилась возможность взять реванш. На протяжении всего турнира заводчане показывали превосходную форму. И вот финальная встреча, во время которой решится судьба Кубка города. После приветствия игроки обеих команд расходятся по своим позициям. Полная готовность, мяч в центре поля, свисток. С первых минут матча обстановка накалилась. На поле вязкая, неуступчивая и упорная игра. Удары с дальней дистанции, молниеносные атаки, красивая игра вратарей. Футболисты обеих команд решительно настроены. Каждая сборная хочет как можно быстрее провести красивую атаку и забить гол первый. В результате сборная производственного объединения «Старт» берет вверх и открывает счет. Этот гол стал единственным в первом тайме, но не за весь матч. После перерыва команды вновь вышли на поле. Сборная «Аврора-1» усердно пыталась нивелировать преимущество соперника и выйти на паритет, но заводчане забили уверенный второй гол. Свисток судьи зафиксировал окончательный результат матча 2-0. Команда производственного объединения «Старт» стала победителем турнира на Кубок города по футболу 2023 года. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Как проходит подготовка жилого фонда «Заречного» к зиме? Об этом через пару минут. Не переключайтесь. Одежда ведущему предоставлена салоном мужской одежды «Бостон». Расскажи о своем Созидателе. Прими участие во Всероссийском творческом конкурсе «Слава Созидателям». Победителей ждут призы. Выбери номинацию. Фото-номинация «История в картинках» или видео-номинация «Учусь у Созидателя». Автор может принять участие сразу в двух номинациях. Выполни все условия конкурса и жди результатов. Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте. Подробности о правилах и сроках проведения конкурса можно узнать на сайте славадефиссозидателям.ру Да вы что, мать его! Холодость из колодца! Ну, поживи. Сколько-нибудь. Вон на диване поспишь. На диване? Родов мужа на сосед променяла. Стрелять побежал! Оружие в доме есть? Вещь в кадр в пухах застрелиться. Да нет, там боек словно еще с прошлого года. Девоньки, а мой не у вас там? Нашли подозрительный предмет в общественном транспорте? Не вскрывайте и не трогайте. Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи предмета. Постарайтесь установить, чья это вещь и кто мог ее оставить. Если ее хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю и кондуктору или в экстренные службы. Помните, в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее. Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный в транспорте, может представлять опасность. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Какой комплекс работ проводится в городе при подготовке к зиме и отопительному сезону? Подготовка города у нас начинается к зимнему сезону сразу после окончательного предыдущего отопительного сезона. Включает оно очень много мероприятий, которые связаны не только с подготовкой жилищного фонда, а также с подготовкой котельного вспомогательного оборудования, тепловых сетей, испытания гидравлические на прочность и плотность. Жилой фонд у нас прессуется, также готовятся у нас все учреждения города, потребители тепловой энергии. Потребители тепловой энергии – это те, с кем заключены договора на поставку теплоносителя. То бишь, это и управляющие компании, и бюджетные учреждения, и частные предприятия, и организации. Все виды форм собственности. В соответствии с приказом номер 103 Министерства энергетики Российской Федерации, завершающим этапом подготовки – это выдача потребителям тепловой энергии, теплоснабжающей организации, так называемых актов и паспортов готовности к отопительному сезону. Вот, необходимый пакет документов они должны нам представлять, если бы это потребитель, касаемо всех потребителей, у которых есть договора теплоснабжения до 15 сентября. Что касается, значит, теплоснабжающей организации, то у нее срок 1 октября. Какая работа по подготовке к отопительному сезону проводится в жилом фонде? В жилом фонде, как я уже говорил, это обязательная прессовка системы, отопление. Вот, промывка системы отопления проводится. Вот, это утепление чердаков, значит, замена запорно-регулирующей арматуры на системах теплоснабжения. Значит, установка окон, ну, по крайней мере, у нас сейчас ремонт оконных проемов, чтобы создать контур зданий. Вот, ну, по крайней мере, если вы видели, по городу ходите, то у нас практически во всех домах уже стоят пластиковые. Также большой объем работ проводится по капитальному ремонту, как инженерных систем, так вот, и утепление фасадов, вы видите. Ну, это утепление фасадов, у нас там по МИР было, значит, по замене крыши, но это по программе капитального ремонта регионального оператора. Это они занимаются. А по спецсчетам, которые есть у управляющих компаний, в основном был сделан упор на ремонт инженерных систем. То бишь, это теплоснабжение, водоснабжение и замена электросетей. Каковы результаты проведенных в этом году гидравлических испытаний теплосетей? Во-первых, было проведено четыре этапа гидравлических испытаний. Значит, два этапа – это они испытывали прямой трубопровод, и два этапа – это они испытывали обратный табропровод. Повышенным давлением они давили где-то, понятно, порядка 16 килограмм. Вот, все утечки на сегодняшний день практически устранены, которые были выявлены, ну, там осталось чуть-чуть, ничего страшного. Также у них идет ремонт котельного вспомогательного оборудования, пусконаладочные работы по котельному оборудованию. Вот, в принципе, ну, там очень большой такой перечень работ. У них есть специальный разработан план-график, по которому они выполняют эти работы. Сети с каждым годом стареют, как бы, если сеть выработала 25 лет, она подлежит диагностике, то бишь специализированная организация приезжает, диагностирует тепловую сеть и дает заключение, насколько еще можно продлить срок ее службы. Но в этом году по результатам гидравлических испытаний у нас порывов было меньше, чем в прошлом. Почему в летний период у зареченцев часто возникают нарекания на работу полотенцесушителей? Связано ли это с проводимыми гидравлическими испытаниями теплосетей и невосстановленной после них циркуляцией горячей воды? Это связано с циркуляцией, поскольку полотенцесушители, они завязаны на циркуляцию, а также с водоразбором, который идет через наш экран. Но хочу сказать вот следующее, что вообще-то полотенцесушитель является прибором отопления. И регламентированная температура в ванной по Санпину, она в летний период не регламентируется вообще. Если зимой там должна быть определенная температура, поэтому работает полотенцесушитель, то в летний период это не регламентируется. Когда будет восстановлена циркуляция горячей воды в теплосетях во всех домах Заречного? В основном, когда идет речь о подготовке к зиме, в основном это, когда начинается устранение порывов, это не во всех домах, присутствует циркуляция горячего водоснабжения. Поэтому многие жители жалуются, что долго приходится сливать воду, но тут надо тоже понимать, то ли мы сейчас вот это все пережидаем в летний период, то ли мы потом зимой будем бегать, прыгать, кувыркаться. Лучше сейчас перетерпеть, переждать, но зимой быть в тепле, в июте, спокойно жить. Сейчас они устраняют еще, там, две или три утечки у них осталось, и потом. Я думаю, что на следующей неделе уже все будет нормализовано, все нормально будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok